Дорогие друзья гости канала приветствую вас на своем youtube канале и сегодня я хочу с вами приготовить оболненно вкусный хлеб хлеб в домашних условиях будем мы его с вами готовить в моей любимой хлебопечке дельта люкс обзор на хлебопечку есть уже на канале можете посмотреть уже много раз мы в ней готовили очень вкусно качественно она печет теперь собственно говоря мы перейдем с вами к ингредиентам которые нам сегодня понадобятся для приготовления белого хлеба прекрасно знаете что нет ничего лучше того что сделано своими руками мы перестали покупать хлеб магазине теперь мы его делаем только сами он получается намного вкуснее намного воздушнее тем более ты знаешь что ты сюда положил это что все свежее и очень вкусно и так я уже показывал в обзоре что к моей хлебопечке шел шла вот такая вот ложечка мирная это чайная это столовая ложка поэтому все ингредиенты которые сюда буду использовать в наш рецепт я буду говорить именно по этой мерной ложке итак для приготовления белого хлеба нам сегодня с вами понадобится 2 чайные ложки соли 3 чайные ложки сахара точнее не чайные а столовые простите 3 столовые ложки сахара 2 столовых ложки растительного масла 1 чайная ложка сухих дрожжей и плюс 1 четвертая чайной ложки сухих дрожжей 250 миллилитров молока желательно теплого 2 яйца и 520 грамм просеянной муки муки муку я уже заранее просеял воду сладости если вы любите хлеб послаще можете положить как я 3 столовых ложки сахара если любите не сладкий хлеб можете положить 2 столовые ложки сахара я положил 3 мне так нравится так ну что и и сейчас нам нужно все эти ингредиенты добавить в специальную емкость от хлеба печки вот так вот выглядит эта емкость внизу находится винт с помощью которого тесто будет взбиваться это ничего сложного в зависимости от вашей хлеба печки такой же последовательности нужно складывать все ингредиенты в данную емкость читайте внимательно инструкцию сначала сухие или жидкие мою хлеба печку сначала идут жидкие ингредиенты поэтому сначала я вам советую добавить растительное масло чтобы хорошо промазать винт с помощью которого будет взбиваться наше будущее тесто далее сюда добавляем 250 миллилитров молока сюда же я добавляю 2 яйца 1 и 2 жидкие ингредиенты мы с вами добавили теперь сюда высыпаем соль сахар далее высыпаем муку сразу всю полностью ничего страшного если у вас немножко что-то рассыпалось это буквально грамм улечки в этом нет ничего такого такого так немножко расправим и сделаем небольшое углубление в муке вот так теперь сюда в это углубление добавляем последний наш ингредиент это сухие дрожжи вот так все все ингредиенты мы с вами соединили теперь устанавливаем нашу емкость в хлебопечку дальше мы ее закрываем и подключаем коллектор сети также ребята нам еще в процессе понадобится вот такая силиконовая ложка у кого какая у кому как удобно потому что иногда придется помогать хлебопечке во время замеса убирать с краев лишнее тесто это случается во всех хлебопечках поэтому ничего страшного я включил хлебопечь в сеть здесь у меня значит стоит первая программа как раз та программа которая мне нужна для белого хлеба время приготовления 3 часа 35 минут сейчас я хочу выбрать цвет корочки здесь стоит цвет корочки средний но я хочу сегодня сделать поджаристую корочку чуть-чуть коричневую поэтому я выбираю третий вариант правильно у программы стоит что у нас на 1000 грамм на килограмм идет значит хлебушек все остается только ее запустить и ждать наш вкусный хлеб а пока будем заниматься своими делами результат я вам покажу и конечно же покажу как она будет замешивать тесто для тех кто не видел все программа запустилась во время замеса крышку можно открывать в любое время вот так происходит замес теста сам процесс выпечки идет ровно час то есть оставшийся час до конца приготовления это будет выпечка до этого времени будет идти замес теста и расстойка теста когда идет расстойка теста ни в коем случае нельзя открывать крышку иначе тесто просто осядет ну вот и все прошло три с половиной часа хлебопечка сейчас будет отдыхать я ее попозже сейчас приоткрою чтобы она остыла а вот такой замечательный килограммовый хлебушек у нас получился ребята он очень горячий быстренько я его вам так вот покажу ах просто только-только вытащил его из печки вот такой он с румяной корочкой обалденный аромат стоит ребята как будто только из печи вытащили этот хлеб я делал сегодня не себе сейчас его повезу отдам так я вам тогда покажу какой он в разрезе потому что разрезать его сейчас не буду он горячий очень у меня остался вчерашний я вчера тоже пек сейчас я его открою точно такой же абсолютно только корочка здесь делалась не такая коричневая средненькая была вот такой хлеб получается в разрезе смотрите такой он воздушный видите поближе покажу чтобы вам видно было вот такой вот такой получается воздушный хлеб и он очень-очень свежий ребята мягкий прям вот как будто только что вытащили из печи замечательный просто хлеб поэтому я считаю что лучше готовить такой хлеб чем покупать в магазине неизвестно что и неизвестно из чего поэтому пользуйтесь таким рецептом белого хлеба вам очень понравится самое главное что очень просто готовить все закинул и забыл на три с половиной часа а на сегодня все всем вам желаю всего самого доброго прекрасного и до нового рецепта а хлебушек пока будет отдыхать я его накрою красивой тканью и и и